и всем снова привет с вами Лёша и Аня ну разумеется, мод Саманта в бесконечном лете, который мы продолжаем для вас читать а чтобы мы веселее его для вас читали, пожалуйста, поддержите его лайком, а? ну это же не требуется ничего такого особого просто оценить видео, лайк поставить и всё под видео и смотреть, всё, больше ничего не требуется ну а мы будем продолжать читать, надеюсь вы уже лайкнули это видео а если нет, то пожалуйста, ещё раз об этом вас прошу мы просим знаю, что Семён спит и видит сон что он попал на какой-то там праздник, Хэллоуин вроде как, да? на этом в торжестве он встретил свою подругу лагерную собственно, саму Саманту но она его не узнала и почему же? а вот сейчас и будем это выяснять уже набранная эта ёлочка со вкусностями меня больше не прельщало осознав, что заесть горе утраты не получится я решил не стоять в одиночестве, а побыть чуточку навязчивым хотя бы один раз в честь праздника долгих поисков не потребовалось сделав полукруг в обход зала я заметил нимб над одним из диванчиков но хозяйка была там же в неожиданной компании трёх членов куклу с клана при моём приближении вся троица сорвалась с места и понеслась по залу забывая и всячески маскируясь под привидений на пути никого не осталось это был зелёный свет к дивану горел он лично для меня а кто я такой, чтобы игнорировать светофору судьбы? это снова я можно? садись всё, хотя надоёл я ей раздобыть бы другую маску и начать всё сначала если не получится задобрить сладким добыл вот попробуешь что-нибудь? нет ты на диете? я в маске по-моему маска рот не закрывает в ней плохо видно я вся измажусь так сними чё уже без масок ходят? я уже говорила этот костюм этот костюм не по мне пусть хоть так было бы кому дело так тебя бы и в маске вычислили вычислили ходили бы ходили бы по пятам и показывали пальцем а мы одни сидим никому не интересны королева но подловила ты прав я слишком много о себе думаю она кивнула подняла к лицу руки взялась за маску меня перехватило дыхание от нетерпения ну конечно саманта грустно мне улыбнулась как будто в первый раз меня увидел теперь так и кажется глупо кажется неважно лишь бы не в последнем разве оно не так? она пожалела плечами сама себе в ответ и без забот но тащила пирожное с моей тарелки видишь для тебя это не трагедия? я думаю мы договорились каждый идет своей дорогой и без обид хм это верно конечно мне лучше держаться подальше но как-то странно и обидно что уж там что я в лицо такие вещи говорю да это не просто но лучше так чем ложные надежды надежды? это вообще не про меня да что ты как то так сложилось не выдумай не выдумывай эти слова тебе не идут откуда им браться надеждам с чего ну хотя бы с того что они нужны наверное где-то где-то в глубине это все равно в тебе сидит и во всех почему так думаешь? я это лучше всех знаю может быть а без надежности и все равно ведь что? и без всяких оснований все равно надеемся ах ну о чем я говорю сидим в таком шикарном месте стыдно вообще о чем-то ныть а мечты на то и мечты не всему суждено сбыться мы еще немного посидели каждый в своей задумчивости много в очередной раз сменились не хочешь все таки? нет теперь теперь мне жарко хм таманта встала и отошла на несколько шагов но потом обернулась чуть улыбаясь хм я не против твоей компании если что хм опять побегу за ней как верная собачонка нету пойду спокойным шагом и снова мы на просторном балконе теперь он был пуст весь в нашем распоряжении и от того казалось еще шире они все там а мы даже не потанцуем в один единственный вечер последний похоже на то совесть не заест? я с ней справлюсь да ну тебе да ну у меня хм я не против мечты надежды знаешь я не надеялся на твою дружбу не мечтал я на нее рассчитывал попросту уверен был ты получишь ее и ты получил ее но ты но ты не вел себя как друг поэтому хватит про это как то хватит? я есть твой друг лучший единственный очень ошибаешься у меня есть такой человек это не ты и у вас с ним ничего общего это неправда за что то так? почему? потому что почему 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 должно быть иначе я думала все давно ясно не знаю таких слов я точно не заслужил и просто не можешь оставить в покое слишком привык что тебе все должны я оставлю тебя в покое конечно ведь это наша последняя встреча и ты сам сделал ее такой я желал тебе только добра много добра саманта вдруг поймала и заключила мою ладонь своей так я ведь знаю знаю и у меня за тебя сердце болит но можно только так ты понимаешь? так ведь Эл Элли как ты меня назвала? Элли саманта только слегка удивилась со мной же было иначе я даже схватился за нос проверить нет ли на мне еще какой маски тебя все так зовут думала ты не против я не Элли никакой я Семен твой Семен что? лицо саманты разом поселело от ужаса я сам испугался своих слов мне стоило смягчить их сдержать хоть на минутку но разве я мог? она должна была знать и она должна была радоваться мы оба но почему-то выходило иначе как ты о нем узнал? это я я не знаю как тут оказался ты больной испорченный мальчишка не смей его трогать нет-нет это какой-то неправильный маскарад замолчи уходи я твой переводчик я спасал тебя от змеи помнишь? я был твоим Ромео она попятилась от меня выставив вперед руку словно защищаясь от чего-то это это какой-то сон невозможно даже для тебя с твоим всемогущим папашей сэмми я не удержался и обнял ее даже поцеловал поцеловал в щеку но саманта стояла неподвижно я уже чувствовал что у нас имеются зрители и их на балконе становилось все больше мне пришлось сделать шаг назад почему она мне не верит? как она может не видеть? я Семен такое еще не доводилось доказываться я все поняла да? он меня предал кто? он получал мои письма в которых я с дуру тебя упомянула и и решил отделаться от меня подарить? отдать меня тебе? нет да сын написал тебе он выдал все о нас только так-то только так-то узнал бы что за чушь? чья это была идея так все использовать? послушай твоя решила что это последний шанс? я Семен ты должна мне поверить это же ты это же мы саманта вдруг по всеобщему ужасу шагнула на перила быстро перебравшись она встала с внешней стороны над пропастью в два десятка этажей ее волосы и платья трепал ветер а лицо утопало в слезах стой там боже, Саманта ты так не можешь это вы так не можете а я не вещь не игрушка вернись я докажу ты самый умный но и я но и я не такая дура проверь меня спроси что хочешь скажи да что угодно она посмотрела вниз а потом на меня с выражением крайнего ужаса скажи Сэму что я даже не думай уговаривать действовать блин опять выбраны ё-моё что делать а ну продолжать уговаривать убеждать ну либо действовать нет если действовать то она может и спрыгнуть да я так думаю то есть в панике она может и руки отпустить значит уговаривать постой дай мне секунду Саманта подняла на меня свои покрасневшие глаза это была та самая секунда нужно было сконцентрироваться из родины что-то придумать я помню каждое твое письмо и только что полученное сейчас тебя звали записывать песню никуда не звали в декабре вспомни стоящие рядом переглянулись ах чёрт вокруг ведь даже не зима это что я про будущее вещаю я прикосил визы и гадал себе мысленную оплюху из всех бесчисленных фактов известных только нам Саманты я выбрал самую бессмыслицу это был шаг назад в переговорах но хотя бы не с карниза такая глупость могла даже выиграть немного времени нужно было что-то другое похоже с песней еще не случилось но кто-то сзади захотел меня подвинуть но я решительно отпихнул отпихнулся локтём узнай меня пожалуйста Сэм мотнула головой и снова посмотрела вниз меня лихорадило какая-то сила гнала вперед туда просто схватить ее поскорее нельзя так не пойдет я очень на тебя обижусь прекрати ты должна узнать без доказательств просто узнать сохранять остатки вкладнокровия как и подбирать слова было все труднее ты ты обещала в наш последний день какой что это было оно искра в смутном сознании и один лишь скрип нотка надежды радоваться было рано но я позволил себе чуть выдохнуть спокойно она услышала меня все получится еще пара слов и я верну ее наше прощание у ворот помнишь ты обещала узнать меня когда встретимся тогда я не знал о чем говорю и близко не представлял что так будет но ты помнишь я знаю что помнишь потому что сам не забуду все еще в страшном замешательстве Саманта упор смотрела на меня но уже другим взглядом теперь в ее глазах была жалость как будто мольба ей хотелось поверить мне и она верила она снова была со мной я протянул ей руку уже почти спокойно она потянулась ко мне но в последний момент остановилась и отстранилась Сэме она лишь покачала головой припусив губу снова прошел озно по спине по крайней мере я видел что она все еще тут со мной мы говорим я сделал шаг вперед Саманта зашептала чтобы услышал только я давай вместе ты что мы сбежим здесь иначе нас разлучат неважно пусть вылезай оттуда доверься мне посмотри она указывала куда-то вниз под балкон сделав два шага вперед я осторожно выглянулась за перила теперь стало ясно этаж под нами выдавался вперед здесь балконы шли каскадом но все же зазор был опасно мал зачем это просто вылезай и все нет мы сбежим надо только спрыгнуть хочешь убить себя меня тоже убиваешь зачем я не могу так представляешь они меня вытащат такой скандал посудачи то забудут какое тебе до них дело так рисковать из-за них а как же родители мама не поймет поймет все устроится мы справимся нет надо как-то выбираться слишком опасно помоги мне иначе я одна Саманта уже присела начиная притворять свою угрозу в жизнь публика ахнула а потом еще сильнее когда я все-таки перелез через перила теперь вижу что это настоящий ты а ну отойдите все а то и за вас спрыгнем не берите грех на душу кольцо зрителей попятилось на полшага но было видно что многие уже готовы нас хватать я снова понизил голос до шепота я спрыгну первым и поймаю тебя очень надеюсь а если совсем свалюсь ты остаешься тут обещай да да останусь но все получится если нет что ж это даже не мое тело тебе это жить нечего а вот с этим Элли нехорошо выйдет не думай об этом давай сам себе поражаясь я схватился за перила у самого их основания спустил ноги и повис над бездной отпускать было слишком страшно надеваться уже было некуда под балконом было пустое пространство где ноги не находили опоры а на одних руках назад было не подтянуться видя мое замешательство Саманта поспешила на помощь подвергая себя куда большей опасности сам я мог бы висеть еще долго но теперь пришлось быстро решаться на что-то о стихом биом бегите глупцы м плюх хе-хе-хе-хе Хе-хейхе пролетев пару метров вниз я угодил в огромный цветочный горшок хе-хе-хе Такую посадку можно было считать удачной Я поднялся и осмотрелся Отсюда мой нижний балкон казался не крохотной полоской, а целым аэродромом Мимо которого промахнуться было нельзя Я уперся ногой в перила и приготовился ловить божественную посылку сверху Порядок, я готов Саманта вскрикнула, видимо кто-то пытался ей помешать Сердце в груди сжалось, но я не мог высунуться и посмотреть, что происходит Тогда она могла упасть мне на голову Я твердо стоял на месте Борьба наверху была выиграна Я твердо решил, что через миг мы будем снова вместе Тут или внизу, на мостовой Все свершилось за полсекунды Она падала намного дальше от стены, чем это вышло у меня Я увидел, что ловить придется за перилами, хоть это и казалось почти невозможным Поймав ангела в руки, я пошатнулся, меня качнуло вперед и больно ударило перила Но все-таки я устоял и спокойно перенес драгоценный нож на балкон Ох, спасибо Больше так не делаем, никогда Ты молодец Тот парень молодец, спортсмен говоришь Эли? Ну и ему спасибо Теперь понятно, чем он тебе приглянулся Ты что болтаешь? Все, надо смываться, а то сейчас прибегут Знаете, что сверху? Ну тогда бежим Сама трянулась к балконной двери, ведущей в темную комнату Потянул ручку, так и сяк Безрезультатно Заперто Она в сердцах стукнула по двери Тотаж затряслась Я прильнул к дверному стеклу Но внутри было почти ничего не разглядеть Какой-то пентхаус Хорошо хоть что пустой Как же открыть? Только все стекло Думаешь? Нет, я тебя в это не втянул А остаться тут разве лучше? Не надо было прыгать Честно говоря, и на карниз лезть не стоило Прости Но представляешь, как ты меня... Нельзя так делать, в любом случае Я знаю, но У меня внутри тогда перевернулось все Я провел ладонью ей по плечу Смахнув пылинку Саманта смущенно улыбнулась Ты вправе сердиться У тебя невозможно Тогда еще раз прости Это так странно Ты... это он Ну-ка, я опустил маску, которая все это время так и сидела козырьком у меня на макушке Так лучше? Намного И мне теплее А ты опять мерзнешь Она вдруг сделала шаг вперед Поднялась на цыпочки И поцеловала меня Но только в маску И в пластиковую хмылку По сути, ничего и не произошло Небольшой фальшивый поцелуй Но эффект был самый реальный Маятник моего сердца полетел с удвоенной скоростью Будто разогнанный измеченным молотом А не с самими А не с самыми нежными губами Которых я даже и не коснулся Это просто ее благодарность Выделать себе И вполне верил Но маятник все равно не замедлялся По-хорошему Это даже не мое сердце В этом дело Ах он негодяй Это я ревную К своему телу на прокат Или сердце все же мое Счастье Саманта не видела моего смятения Теперь она стояла с грустной улыбкой Стараясь что-то разглядеть В моих почти невидимых глазах Странно, да? Когда было иначе? Я немного поправил свою осчастливленную маску Не знал, что тебе так нравятся вампиры Пусть вампиры На любое твое лицо согласны Только не на его Ладно, а твоя где маска? Где ты наверху осталась? А что? Мне бы тебя не узнали Хоть был бы смысл убегать Смысл есть А чего ты теперь за маску Агитируешь? Я в ней... Я в ней красивее? Так не тяну на королеву Тебя я через любую маску увижу Считаю, что я не замечала ее Я же не на комплимент напрашиваюсь Просто Кто же мне скажет правду, как не ты? Маски мне лучше, да? В каком-то смысле? Была в тебе такая таинственность А без маски ты? Ну? Уж слишком красивая сегодня Эй, смысл девчонка Отшутиться не вышло Мои слова прозвучали серьезнее некуда Команта подалась вперед Я опустила голову мне на плечо Хрипнула И осторожно ее приобнял Сэм, мой Сэм Почему мы всегда в какой-то ловушке? Не в одной западне Так в другой Это не честно Когда-нибудь все устроится Когда-нибудь? Но не в этот раз? Вряд ли я тут надолго То есть к тебе это не... Ты устроишься сама Ну брось Как же сама? У тебя и так все отлично Судя по письмам Вполне счастлива Верно ведь? Счастлива Наверное Иногда Или так казалось А теперь вижу, что не очень Глупые мысли Это пройдет Ты в порядке А вот бы остаться Вот бы ты остался Это все дико странно, конечно Но все же ты тут Ненадолго ты сказал Да, мне так кажется В этот раз все не так основательно Вместо автобуса всего лишь чай Нет, про травку лучше молчать Не стоит пробивать на эксперименты Хе-хе-хе-хе-хе Чай я выпил И все А дальше что было? Заснул Не помню Если так, то скоро проснусь выходит И все кончится Похоже на то Значит времени до утра Или меньше Слишком мало Но ведь еще вернешься Был бы шанс Если нет, то я сама к тебе вернусь Обещаю Ты лучше о себе подумай Вот хотя бы сейчас Если я исчезну То ты как? А я куда денусь? Останусь тут без тебя С ним? Вот именно Надо спасать тебя отсюда Давай выбираться Ну как? А если тем же путем? Ну-ка Посмотри Балкон ниже нашего Тоже с выступом Возможно там повезет больше? Ну конечно попробуем Но это все еще жутко опасно Ты чуть не погибла Из-за этого дурня Какой-то эффективный моряк Внимательный Какой-то зефирный моряк Тащил меня на балкон А теперь все будет нормально Сказал мне то, что тут не надо Ладно, выборов особо нет Сделаем Главное не бояться Не боюсь Ни капли Ты же меня спасешь Ну что Ты первый? А как же я тебя спасу Ты иначе Моя лукавая подруга Только развела руками Улыбаясь Я перемахнул через ограду И уверенно встал на карниз После прошлого успеха Я чувствовал себя почти готовым Альпинистом И уже получше тех Кто ходит пешком на Эверест Кушая с ложечки у гидов Моим планом было спуститься старым способом Вот только маска серьезно мешала обзору Держась одной рукой за перила Второй я сдвинул вампирскую личину наверх Однако с этим я перестарался Резинка скользнула по подбородку И маска слетела с головы Рефлекторно пытаясь ее схватить Я потерял равновесие Не удержался на карнизе И полетел вверх тормашками Балкон нижнего этажа Промелькнул полуметра от меня На этом каскад закончился Ниже шла уже отвесная стена Подумала, что с этим мне очень повезло Иначе не собрать бы на следующем выступе костей Я пролетал мимо темных окон А также мимо светлых Приветливых и полных домашнего уюта Видел людей в них На секунду торгался в чужие жизни И зачем-то ухвал с этим мимолетным слайдом Последним, что я увидел, был бумажный самолетик Не парящий, как ему положено А почему-то падающий отвесно Я улыбнулся и ему И такому нелепому концу Упал таки Подумалось мне Упал таки И откуда в Нью-Йорке такие сугробы Вот это был эпик в этой серии Ну а где же он окажется Мы же узнаем в следующей серии, разумеется Если эта серия наберет побольше и больше лайков Лайки, лайки, лайки Ребята, лайки с вас Лайки, лайки 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 Ставим лайки И подписываемся обязательно Все Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok